Приветствую вас снова. Мы почти закончили. Решаем задачу номер 19. Зачитаю её вслух. Машина по розливу бутылок А наполняет ёмкость водой, а машина Б принимает её только если жидкости в ней от 11,7 до 12,1 унций. Обозначим унций как О. Должно быть между 11 целыми и 7 восьмыми. Это О, а не ноль. Может быть, мне использовать Х для унций? Это Х, такой странный символ. И 12,1. Б принимает бутылку, если унции в этом диапазоне. Если Б принимает бутылку, содержащую N унций, что из следующего описывает все возможные значения N? Сказано, что N — количество унций. Можем сказать только это. N находится между этими границами. Здесь дан ряд вариантов, в которых используются абсолютные величины. Я собираюсь нарисовать это на числовой оси, и тогда, думаю, абсолютные величины будут более понятны. Возьму другой цвет. Итак, если это числовая ось... Вот она, наша числовая ось. Замечательно, вроде ровная. Здесь 11 целых и 7 восьмых. 11 целых и 7 восьмых. А это 12 целых и 1 восьмая. И N должен находиться между этими двумя числами. N может быть любым в данном диапазоне. Так что, когда берут абсолютную величину, то есть все эти 12 и прочее, вы можете сразу же увидеть, что 12 находится прямо посередине между этими... Посередине между этими двумя числами. Вот здесь. Возьму другой цвет. Это 12. Прямо посередине. Пока N немного меньше 12 или немного больше 12, всё хорошо. Машина B примет бутылку, правда? Так насколько больше 12 может быть N? N может находиться где угодно в этом диапазоне, правда? Очевидно, что если N равно 12, всё идеально. Прямо посередине. Равно удалено от всех неподходящих значений. Что-то вроде идеальных унций. Идеальное число унций в бутылке питьевой воды. Посмотрим. Может быть больше на 1 восьмую. Это расстояние равно 1 восьмой. Насколько больше 12 может быть N? Оно может быть больше на 1 восьмую. А насколько меньше? Это расстояние тоже 1 восьмая. Так что мы знаем, что N-12 — это разность между N и 12. Но мы не знаем, больше ли N 12 или меньше 12. Скажем, это разница. Возьмём абсолютную величину. Потому что если N больше, абсолютная величина не играет роли. А если N меньше, то N-12 будет отрицательным числом. Важен лишь модуль разности. Нам не важно, положительно ли число или отрицательно. Тогда мы говорим, что N-12 должно быть меньше. Разность между N и 12 — это просто модуль N-12. Он должен быть меньше либо равен допустимой норме. Возможно, вы ещё не имели опыта производства, но если имели, то точно встречали такие вопросы. Модуль должен быть меньше или равен 1 восьмой. Вы должны это хорошо понять. Вы можете сказать, что N не может быть больше, чем на 1 восьмую, чем 12. N-12 должно быть меньше либо равно 1 восьмой. А с этой стороны N-12, N-12. Если N находится в этом диапазоне, так будет, если N больше 12. А если N меньше 12, N-12 должно быть больше либо равно минус 1 восьмой. Это может сбить вас с толку, и я даже сомневаюсь, стоит ли записывать. Но два утверждения превратятся в это. На большом рисунке абсолютная величина подразумевает лишь разность между двумя числами. Мне всё равно, какой из них больше другого. Разность между двумя числами не может быть больше 1 восьмой. Модуль N-12 меньше либо равен 1 восьмой. На самом деле, это находится между этими двумя величинами. Оно не может равняться им. Тогда это не меньше или равно. Это просто меньше. Так что N-12 меньше 1 восьмой. И это вариант С. Переходим к последней задаче. 1 секунду. Итак, задача номер 20. Почти всё сделали. Наименьшее целое число в некотором множестве последовательных целых чисел будет минус 25. Итак, наименьшее самое малое число равно минус 25. Если сумма этих целых чисел равна 26, то сколько чисел в множестве? Итак, если сумма целых чисел равна 26, сколько чисел в множестве? Интересно, у меня есть минус 25 плюс что-то, плюс что-то, плюс что-то. Минус 25 плюс что-то, плюс что-то, плюс что-то. Складывая все числа, получаю 26. Итак, если я сложу все эти числа, то в сумме получаю 26. Наименьшее целое число в некотором множестве последовательных целых чисел — это минус 25. Если сумма данных чисел равна 26, сколько чисел в этом множестве? Начинаем с минус 25. Остальные целые числа будут равны... Они будут равны этому уравнению. Минус 25 плюс все произвольные числа. Прибавим 25 к обеим частям этого уравнения. Таким образом, остальные числа будут равны... Давайте скажем, что здесь i2, потому что это i1. Первый элемент — число 3, число 4 плюс целое число n, потому что мы не знаем, сколько их. i2 плюс i3 плюс то, то, то и то. Мы не знаем множество. Это будет равно... Я просто прибавлю 25 к обеим частям уравнения. Равно 51. Итак, 51. Прекрасно. Посмотрим. Наименьшее целое число в некотором множестве последовательных целых чисел будет равняться минус 25. Кстати, я забыл. Это последовательные числа. На самом деле нужно узнать, чему равны эти числа. i2, второй элемент, будет минус 24. Вы можете проигнорировать то, что я только что сказал, потому что я не учёл слово «последовательных». Важно внимательно читать условия задачи. Так что это минус 25 плюс минус 24 плюс минус 23 и так далее. И тогда мы не знаем, сколько чисел в множестве. Но сумма будет равна 26. Что нам известно? Нам известно, что мы идём от минус 25 плюс минус 24 плюс минус 23 и так далее до нуля. Итак, мы идём до нуля. Затем мы продолжаем прибавлять к этому 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4, и мы складываем их, как вы знаете. Запишу это следующим образом. Минус 25 плюс минус 24 плюс минус 23 плюс и так далее, и так далее. Плюс минус 1, плюс 0, плюс 1, плюс 2 и так далее. Плюс 24 плюс 25. Сумма всех чисел от минус 25 до 25 будет равна нулю. Спросите, откуда я это знаю? Потому что минус 1, я изменю цвет, минус 1 сократится с 1, минус 2 сократится с 2, минус 23 сократится с 23, и минус 24 сократится с 24, а минус 25 сократится с 25. А вот последнему элементу, 26, не с чем сократиться, и это равно сумме, потому что все остальные элементы сократились. Сколько здесь элементов? Чтобы пройти от минус 25 до минус 1, это 25 элементов, правда? От минус 25 до минус 1, 25 элементов. Далее, чтобы пройти от 1 до 25, это 25 элементов. Далее 0, один элемент, и 26 — еще один элемент. 25 плюс 25 равно 50 плюс 1 плюс 1. 52 элемента. Это вариант Е. Мы закончили первый раздел. Надеюсь, вам было очень интересно. Скоро увидимся.